Всем привет! Меня зовут Дарья и сегодня я расскажу вам свою историю ринопластики в формате блог. С чего все началось? В 14 лет мой одноклассник сказал, что у меня некрасивый нос и я его стала видеть всегда и везде. И вот уже более 10 лет я хочу сделать эту операцию. Что же мне не нравится? Мне не нравится моя форма носа, он идет такой бульвообразный, квадратный, вот это моя рабочая сторона, как вы уже поняли, вот это моя нерабочая сторона, у меня асимметрия и так же у меня вот здесь торчит кость. Это у нас первое обследование, это компьютерная томография, то есть посмотрит мой нос изнутри и посмотрит насколько плоха моя перегородка и как я дышу. Это рай. По сравнению с городскими больницами из моего детства. Здесь так красиво, светлые коридоры, улыбчивый персонал, любой каприз за ваши деньги. К слову, КТ мне обошлось в 7500. Митье я выбрала из-за возможности сделать КТ в двух проекциях, а также это было недалеко от моего дома. Я вышла из клиники, собственно тут стройка, тут орут дети, но я расскажу вам свои эмоции. Я немножко удивлена, так как врач после осмотра сказала, как вы вообще дышите таким носом, хотя у меня нет проблем таких огромных с дыханием, я не пользуюсь каплями. Я была в шоке и немножко испугалась. И как это все происходило? То есть заходишь в кабинет, ложишься на такую штучку и уезжаешь в такую кругленькую штучку с закрытыми глазами. Это немножко волнительно, потому что ты никогда этого не делал и обычно такое показывают в фильмах, где кто-то болеет раком. Собственно, для чего оно нужно? Это нужно хирургу, чтобы видеть внутренние структуры носа перед операцией, чтобы понимать, что будет происходить на операции, как исправить перегородку и восстановить дыхание. И вот начались кропотливые долгие поиски хирурга мечты, где все-таки я буду делать операцию. Это самый важный момент на самом деле, потому что переделывать ринопластику вообще не хочется. И вторичная ринопластика, она дороже и сложнее. Я уже назначила несколько онлайн и офлайн консультаций и направляюсь в одну из московских клиник. Я подсняла вам весь процесс. Доктор провел полный осмотр. Эта штучка была страшновато. Также он меня отфотографировал и сделал моделирование в фотошопе. У меня есть список пластических хирургов, которых мне посоветовали, которых я нашла в Априлс, звездные хирурги. И, собственно, я из них выбрала топ, сходила к ним на консультации. И также я указала в таблице цены и их особенности. Кто-то, например, принимает в Армении или Турции, кто-то пластический хирург лор, а кто-то делает пьезоринопластику. Мне предстоит очень сложный выбор. Мне нравятся многие работы. Но я буду слушать свое сердечко. И, собственно, поехали дальше. Реакция моей мамы на ринопластику просто бесподобна. Послушайте. Чтобы не сойти с ума от принятия самого важного решения в моей жизни, я решила просто отключить свою голову и уехать на природу. В выборе хирурга я опиралась на свое внутреннее состояние. И доверие и спокойствие вызвал Арташе Сашотович. Также я обратила внимание, что у него много положительных отзывов. Он ведет свои соцсети, выкладывает много работ в Априлс. А также я увидела легкую реабилитацию пациентов. Расскажу об этом поподробнее. Хирург в своей работе использует пьезотом. Это ультразвуковой инструмент, который позволяет облегчить реабилитацию. То есть исключает появление синяков и сокращает отечность. Я отправляюсь сдавать анализы операционные. Их достаточно много. Я решила, что не буду гонять по всей Москве и сдам все в одной клинике. Я не спала сегодня полночи, потому что осталась неделя до операции. И меня немножко начинают потряхивать. Так выглядит госпитальный комплекс при общей анестезии. Мне нужно было сдать кровь, мочу, сделать рентген грудной клетки, сканирование вен, ЭКГ и получить заключение терапевта. Тест на ковид был отдельным. Все это нужно сделать за неделю до операции на голодный желудок. В итоге у меня получилось 16 тысяч рублей. Завтра у меня операция. Я начинаю немножко волноваться. Но давайте вместе мы соберем с вами сумку в клинику. Начну я вот с такой подушки. Оказывается, целый месяц я буду спать вместе с ней. А я так люблю спать на животе. Купила ее на Валбересе. Пижамка тоже с Валбереса. Обязательно нужно приносить с собой одежду на пуговках, чтобы не снимать через голову. И ничего себе не повредить. Дезодорант салфетки. Косметичка с гигиеническими принадлежностями. Обязательно нужно купить гигиеническую помаду, чтобы не сох рот. Компрессионные чулки первой категории. Это важно. Далее я купила раскраску. И вот такие ручки, чтобы мне не было скучно. Также я беру с собой свои любимые зелененькие наушники. Трусики-носочки в таком кулечке. Все мои анализы. Ну и паспорт. Время 7 утра. Все спят. И отправляюсь на ринопластику. У меня очень общий живот. Я хочу есть и пить. Но мне нельзя. Страшно. Но вроде бы и нет. Готовлюсь к операции. Поговорила с анестезиологом. Я в палате. Уже надела чулочки. На самом деле вообще не волнуюсь. Всем доброе утро. Мы готовимся к операции. Сейчас рассмотрели пациентку. Пообщаемся с ней. И пойдем делать красивый носик. Как у вас настроение? Все отлично. Ладно. Волнуйтесь. Да. Вот так редко бывает, когда пациенты не волнуются. Ну, либо волнуйтесь, нам не говорят. Будем считать, что она не волнуется. Вот какая у нас красавица. Небольшая проблемка с носом. Широкая спинка. Широкий кончик. Будем сужать. Делать миленький, аккуратненький носик. Так что не будем томить. Пойдем делаем нос. Спустя полчаса за мной пришел анестезиолог и повел меня в операционную. Мне не было страшно. Было небольшое волнение, так как это было со мной впервые. Я легла на операционный стол. Мне ввели капельницу. Также было очень холодно. Безумно холодно. И меня укрыли. Буквально два раза я зевнула. И пустота. Я проснулась. У меня не болит ни голова, ни нос. Все хорошо. Я уже сходила сама в туалет. Все отлично. На самом деле анестезия прошла просто во. Когда я была маленькая, я видимо проснулась во время операции. И мне казалось, что надо мной всякие роботы со скальпелями. Как поспал, братишка? Проглотался, наверное. Что я могу сказать о состоянии? У меня очень много энергии. И мне немножко скучно. Я наоборот забыла. Вот. Я порисовала, походила, поела, сходила в туалет. В общем. Все нормально. Два. Я чувствую себя хорошо. У меня нет отеков. Я сделала патчи себе. Два с восемь лет скорость часа у нас. С утра только болел живот. Животок из-за лекарства. А так ничего не болит. То еще спать не удобно на спине. Носик, потому что у нас очень чувствительное местечко. И слезки у нас будут бежать сами с собой. Хорошо. Ну, какая ты умничка. Он не ставит длинные турунды. Они коротенькие. Но так как носик у нас тоже маленький и слизистую нужно прижать, да, все сосудики на слизистые. Она забивается туда плотно. Поэтому у червячок вот такой длинненький будет. Но я буду все говорить. Если страшно, глазки закрываем. Если нет, то мы приступаем к извлечению червячков. Вот так. Все нормально. Терпим, Андашоль? Да. Отлично. Меня встретила лепенька. И мы едем домой. Вот такой вот подарочек от хирурга после операции. Здесь есть назначение, что и как делать во время реабилитации. Это аквамарис промывать нос. Это у нас отревин капли. Далее. Крем спасатель от синяков. И ватные палочки. И последний, и последний, и последний раствор хлоркексидина для промывания. Я уже приехала домой, выписалась из клинки. Сейчас пью. Пью из трубочки, потому что иначе не могу. Собственно, что мы имеем? Мы имеем вот такой вот нос, который будет заживать неделю. С гипсом. Я буду за ним ухаживать. Пока синяки не проявились. Так каковых отеков нет. Посмотрим, что будет завтра. Только я приехала домой. И ко мне пожаловал курьер. Оказывается, это моя подруженька. Написала мне, ты была красива, а сейчас идеальна. Твоя, Машуля, я безумно счастлива. Спасибо большое. От девушек гораздо приятнее получить цветы. Привет, друзья. Сегодня третий день после ринопластики. Как видите, отеков сильных и сильных синяков нет. На третий день это перфект. Я сейчас покажу, как я ухаживаю за своим носиком в период реабилитации. Что делаю по 3-4 раза в день, чтобы все быстрее прошло. Я беру аквамарис и промываю нос. Вот так. Далее я беру хлороксидин. Намачиваю палочку. И промазываю швы. Обрабатываю их. Немножечко вот тут, вот тут вот. И внутри. Спала я сегодня хорошо. В первый день было адски тяжело спать на спине. А сегодня, кстати, я уже приплыкала. Мне нормально. Ничего не болит. Все хорошо. Единственное, я улыбаться не могу. Смотрите. Далее я беру от ревины и просто закапываю капли. Все. Никаких антибиотиков, никаких уколов в домашних условиях я не делаю. И это, в принципе, не нужно. Когда я была в больнице, в стационаре, в первые сутки, мне это делали. Сейчас уже не нужно. И спасателем я смазываю синяки, чтобы они быстрее заживали. Чем же я занимаюсь на третий день? Какое у меня состояние? Состояние у меня 10 из 10. Я, в принципе, все могу делать. Например, я сварила борщ, сделала завтрак. Но я не могу наклоняться, чтобы убрать посуду в посудомоечную машину. Поэтому вот это будет убирать мой молодой человек. К вечеру у меня появилась легкая слабость и заложенность носа. То есть я говорю в нос. Но такое состояние, как простуда. Но ничего критичного. Но что меня дико обрадовало, мой хирург выложил в сториз результат с операционного стола. И я в шоке. Я не могу передать слов, как я счастлива видеть этот нос. Я, когда визуализировала его, я представляла его именно таким. Но я не могла сказать, как я его вижу. И прикиньте, он передал просто все, что я хотела. Я очень жду снятия гипса. Я просто, я так жду. Я супер счастлива. Мой молодой человек ушел на тренировку. И он знает, что мне очень грустно не ходить на тренировки из-за ренопластики. Мне где-то месяц нельзя еще там появляться. И чтобы я не грустила, он вернулся. И принес мне мороженку. Так приятно. Послезавтра мы снимаем гипс. Мне не верится. Я так этого жду. Вы себе даже представить не можете. Я сейчас расскажу вам про реабилитационный период. Собственно, первые дни я дышала ртом. Так, сейчас уже нос, в принципе, дышит. Если я его чаще промываю. Первые дни у меня адски болел желудок. Это после анестезии. Такая тянущая, режущая боль. Очень неприятная. И никакие таблетки мне не помогали. Я просто терпела. Также у меня сейчас проблемы с улыбкой. То есть из-за швов, из-за гипса я не могу нормально улыбаться. Это выглядит очень дебильно. И сегодня ночью у меня была атаческая паника. Что это значит? У меня был заложен нос. Я лежу на спине. И у меня катится слизь из носа вот сюда в горло. И я не могла дышать ртом. Мне казалось, что я просто задохнусь. Поэтому каждые полчаса я бегала в туалет. И не могла нормально поспать. В принципе, у меня достаточно много энергии. И реабилитация была самая легкая. Мне все писали, Даша, ты вообще очень легко проходишь реабилитацию. У меня особо не было отеков. Маленькие синячки, которые вот уже проходят. Собственно, я очень рада, что так все получилось. Что мне делали ринопластику пьезотомом. И я вам советую делать пьезоринопластику. Потому что нет отеков сильных. Доброе утро. Сегодня настал день Икс. Какое солнце в этот чудесный день. Наконец-то этот день настал. Сегодня мы увидим носик без гипса. Все, подходим. Зеркало там. Вы тут. Зеркало там. Снимаете? Да. Да, мы уже. Офигеть. Я в шоке. Такая красивая. Просто. Ницо. Вау. Как вам? Мне не верится. Он очень красивый. Спасибо. Сейчас я расскажу вам свои ощущения после снятия гипса. Наконец-то я нравлюсь себе полноценно. Я нравлюсь себе и вот так в анфас. И в профиль. И в этот профиль. И ноздри. Все вообще кайф. Я прям чувствую, что это мой нос. И я супер-пупер счастлива. Что было на снятии гипса? Что мне понравилось? Это когда сняли гипс, можно было почесать нос. Я этого долго ждала. Что было больно и неприятно? Так это снятие швов. Это так вот ковыряли, что прям рефлекторно текли слезы. Я боялась испортить себе макияж и видео с реакцией на нос. У меня после линопластики открылась мужская, наконец-то, энергия. А я всегда двигаюсь на женских. Минусы женские энергии дают жертвенность, слабость, безответственность, прокрастинацию. А мужская энергия это энергия денег. И у меня сразу же появились какие-то амбиции. Я могу отстоять себя. У меня появилась ответственность. И я прям горю. У меня появились огромные цели и планы. И я могу постоять, наконец-то, за себя. Я так счастлива. Вы себе даже не представляете. Эмоции все вывалила вам. На этой чудесной ноте я заканчиваю свой первый влог. Самый главный вопрос. Сколько же стоила ринопластика? Итак, 390 тысяч рублей за операцию. 16 тысяч рублей анализы. И 10 тысяч консультаций и вещи в больницу. В итоге 416 тысяч рублей. Главный совет девушкам. Если вы действительно чего-то хотите, то обязательно делайте. Рискуйте. А то потом будете жалеть. Я стала на 1000% счастливее. Я очень люблю себя. И горжусь собой. Спасибо вам за просмотр. Увидимся в следующем влоге.